Трасса Сыктывкар-Ухта, раннее утро 21 февраля. Движение небольшое, дорога почти пуста. Неожиданный объектив авторегистратора фиксирует жуткую картину. Очевидцы притормаживают. Кажется, сейчас они повернут обратно. Ещё бы. Увидев такое, хочется быстрее оказаться дома. Поехали, нахуй, нахуй. Всё, никакой, как картины. Сразу трудно понять, что же произошло. Две огромные фуры просто раздавили газель. Невозможно даже представить, чтобы кто-то из сидевших внутри мог выжить. Спустя час на место аварии прибыли оперативные службы. Сотрудники ДПС пытаются составить схему аварии. Водитель газели, пропуская встречные автомобили, притормозил, чтобы повернуть налево. Ехавшая следом 35-тонная фура просто не успела затормозить и вытолкнула газель прямо под колёса встречного грузовика. Невероятно. Водители двое пассажиров газели остались живы. Они получили тяжёлые травмы, но прогнозы медиков обнадёживают. Водители газели Игоря Семшова уже выписали из больницы. Говорит, всё случившееся до сих пор так и стоит перед глазами. Поворачивал налево и сзади грузовик вытолкнул меня на встречную полосу и так грубо затолкал под фуру и раздавил. Удар сзади заметил и тут потерял сознание. То есть, что уже под фурой, то вы уже дальше уже не успеете... Нет, я очнулся уже на куче металлолома, вот уже то, что осталось от машины. То есть, разорвало буквально её вершину? Всё в клочья. Едва очнувшись, Игорь пытается осмотреться. Первый вопрос, а что с товарищами? Ужас какой-то произошёл. Да. Сразу тут посмотрел, но шея-то поворачивалась, слава богу. То есть, тут ребята. Один-то живой точно был, Сергей, а второй лежал лицом вниз на обочине. Убедившись, что все живы, мужчина попытался встать с сиденья. Выбраться самостоятельно не получилось. Сильная боль в ноге не давала возможности двигаться. Я раз пошевелил, она не шевелится вообще, она как будто отдельно. Я подумал, что я вообще оторвала ногу-то. Думал, на одежде держится. Мы тут там ехали на машине. Ну, походу, рядом кто-то ехал. Вот мужчина перевязал ногу. Я ему говорю, надо перевязать, а то отпадёт нога твоей крови. Потеряю сознание. Ногу перевязали, потом слышу, затекла. Думаю, значит, просто перелом. Жена Игоря в тот день отправляла мужа в рейс с лёгким сердцем. Этим маршрутом он ездил не раз. Казалось, что может случиться? Только сейчас она понимает, тогда она едва не стала вдовой. Врачи предупредили. На восстановление потребуется не меньше четырёх месяцев. Игорь уверен, в кругу любимой семьи он быстрее пойдёт на поправку. Мужчина благодарен судьбе за то, что она подарила ему вторую жизнь. А вот вернётся ли он к прежней работе, Игорь пока не уверен. Что бы тебе дальше делать? За руль? Так попробуем. Если страшно не будет, так за руль. А сейчас как думаете вообще? Да я думаю нормально. Как бы, ничего страшного. Переживём. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова